6 января в Буче, городе под Киевом, который сильно пострадал в прошлом году во время российской оккупации, открыли пункт несокрушимости. Его оборудовали в юрте, привезенной из Алматинской области Казахстана. Представители казахской диаспоры в Украине приготовили плов и баурсаки и раздали их жителям, которые из-за российских ракетных ударов сидят без электричества и отопления. Украинские СМИ написали, что юрту установили при поддержке посольства Казахстана. Однако волонтер Марат Дарменов говорит, что проект стал возможен при спонсорской поддержке казахстанского предпринимателя Даулета Нуржанова. Волонтер подтвердил, что на открытии пункта присутствовали люди из посольства. С посольства ребята пришли лично, тоже казахи. Они услышали, когда мы будем в Буче строить, они приехали, я с ними общаюсь, ребята очень хорошие. Они нам помогали, помогали физически. Построить этот, я не знаю, может быть у них, знаете, кровь заиграла казахская, что захотелось там поддержать хотя бы как УФ, ну называется УФ. Может захотелось этот Киреве поддержать, не знаю, но они пришли от начала до конца, нам помогали там на месте. Установка юрты несокрушимости пришлась не по нраву в Москве союзнику Астаны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 10 января призвала казахстанских дипломатов подтвердить, что они не причастны к инициативе в Буче. Обратили внимание официальных представителей Казахстана на появившиеся в интернете сообщения. Нас заверили, что тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности и власти республики здесь ни при чем. Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет. Вместе с тем, во избежание дальнейшего раскручивания этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях. О переговорах казахстанской и российской сторон на тему юрты в Буче до заявления Захарова не было известно. 11 января в МИД Казахстана сообщили, что Астана не имеет отношения к открывшемуся в Буче пункту, но подчеркнули, что не видят никакой проблемы в оказании гуманитарной помощи украинцам. Бұл мәселе бойынша бір ғана сұрақ бар. Кейзей қойылды. Бұдан қандай проблемат ұңдады. Қойылды, көмектесілді. Бұл жеке қазақстандық компаниялардың бастамасы. Өздер апарып, өздер жинап, өздер көмектесіп жатыр. Енді әрптесме айтатыным. Эстейesperілді. Бұл жауызды бебеге,ғыншым өздер күйдемін, әрптесіздей үңдебай. Бұл жауызды, әрптеспе жылды. Ендіне тұрпы желтан. Однажды направила гуманитарную помощь Киеву, говорит депутат. Нам хотелось бы, чтобы и власть была более смелой, нечего бояться русских, их весь мир уже не боится. Все прекрасно видят то, что они творят, где они обстреливают и мирных граждан, и цивильную инфраструктуру, и критическую инфраструктуру Украины. Волонтеры планируют установить еще пять юрт в других городах Украины в качестве пунктов несокрушимости. Такие точки открывают по всей стране в разных зданиях с автономным электроснабжением, чтобы люди могли согреться и зарядить мобильные устройства во время блэкаутов, вызванных отключениями света из-за российских ракетных ударов. Казахстан после начала войны в Украине не осудил действия России, но Астана заявила, что уважает территориальную целостность Украины и не признает аннексированные регионы частью России.